Добрый день, это рынок онлайн, студия Данила Байбич. У нас сегодня в гостях Степан Демура. Приветствую, Степан. Добрый день. Телефон и адрес электронной почты видите у себя на экранах телевизоров. Просьба писать и звонить, если хотите чем-то поинтересоваться. Степану первый вопрос. Я задам на правах ведущего. Интересует, как ты пришел к тому, как узнал о проекторе, о волновом анализе, когда это было? Это было, сейчас скажу, это было после 97 года был кризис, такой маленький азиатский. Ты тогда был в Чикаго? Да, я очень увлекался всей этой ерундой, которая называется современная экономика. Именно экономика или финансовый рынок? Пришло увлечение рынка от экономики или наоборот? Нет, просто я был в аспирантуре в Чикагском университете, в открытии математики, но очень хотелось кушать. И тогда как раз начинался тренд кванты и тому подобное. Ну и, значит, моя первая работа была с Кеном Гриффином, это сейчас Цитадель, тогда это называлось, или сейчас как-то снова переименовал, а тогда это называлось что-то Гленн Гленович или Гленн Вуд Партнер, что-то такое, не помню. Ну а потом встретил я своего, как я его называю, босса. Я вот очень хорошо помню, 97 год, в принципе, по технике СНП был уже перекуплен, я немножко купил опционов пут. 98 год был, да, 98. Ну и потом мама мне позвонила, сказала, что через полторы-две недели будет дефолт. Ну я прикупил еще, посмотрел на объем того, насколько может дефолтнуться Россия, сколько там, 50, по-моему, ердов было. И на особую прибыль то я так не рассчитывал. Потом после дефолта России ложится LTCM, и если вы посмотрите на движение рынков, даже американских рынков, на потерю капитализации, это, мягко говоря, непропорциональная вещь. Что такое 50 миллиардов, и они, по-моему, потеряли тогда 600 или 700 миллиардов капитализации. Да, что-то такое, ну, примерно. Но, скажем так, это явно не вписывалось в ту ерунду, которую представляет современная экономика, и мне стало интересно, собственно говоря, кто-нибудь это мог предсказать? И оказалось, что проектор, да, есть Elio Wave International, проектор все это прекрасно расписал, предсказал. То же самое сделал тогда и Мартин Армстронг, но с точки зрения циклического анализа, он вообще, по-моему, попал чуть ли не день и два или два. Вот, и тогда я понял, что, вообще-то, вот, почитав теорию Лёта, я понял, что, ну, да, это как-то вот описывает реальный мир, а вся эта матэкономия... А действительно очень здорово описывает, очень простая модель, но вот как применять ее в жизни... А ты знаешь, я тебе так скажу, что это иностранный язык, это изучение иностранного языка, только он значительно проще, потому что значительно меньше комбинаций. Потому что, если, например, человеку показать, не знающему английский, да, показать текст Шекспира, ну, для него это будет какая-то китайская грамота, да, набор непонятных символов. А если вы приложите усилия и выучите этот язык, то вы сможете оценить красоту Шекспира. Что касается Шекспира, его даже со знанием английского без... Ну, да. ...без словаря не вычитаешься. Ну, да, его нужно читать в переводе, в адаптации к современному английскому, да. Ну, ладно, от теории переходим к практике. У нас первый телефонный звонок на очереди. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Людмила. И у меня старый как мир вопрос. Очень верю Степане Деморе. Хорошо слышно. Да, хорошо. Скажите, пожалуйста, заканчиваются сроки вкладов в банках. Вот дальнейшая стратегия. Понятно, что доллар уже покупать, наверное, поздновато. Что делать для того, чтобы сохранить как-то свои сбережения? Я не биржевой брокер, я обычный обыватель. Ну, я вам так скажу, что вы не одиноки и люди на уровне 35 считали, что доллар покупать поздновато он дорог. На уровне 50 он был неприлично дорог, но на 80 бросились покупать. Поэтому, если, судя по всему, у вас деньги, скажем, на год, на полтора, если вы говорите о вкладах, то я бы, честно говоря, не задумывался. Просто бы избавлялся от рублей, покупал доллары, потому что, на мой взгляд, максимум, на что вы можете, скажем так, попасть на какие переживания, это если пара скорректируется рублей на 7, 8, может быть, 10. Но не более того, в течение года... Долгосрочно оно себя оправдает? Да. Точку не угадали, но ничего страшного, потому что вы же не... Вы же не профессионал, вы не должны этим заниматься, да. Тем более, вы работаете без плеча, вам пересидывать просадку там в 10-15% будет некритично. Ольга нам пишет, уважаемые эксперты. В интернете есть публикация экономического обозревателя портала геополитика.ру Кирилла Мямлина. С 1 октября 2015 года против США начнет процедуру отказа от бумажных долларов и внешних долгов. Пройдет ли это в самом деле? Если да, то как-то отразится на курсе рублей, на долларовых сбережениях граждан России, в российских банках. Рубль исчезнет, как валюта просто. Вообще, стоит ли верить таким публикациям? Мне кажется, что просто люди хотят заявить о себе. Каждый год что-то там кто-то говорит, что-то какие-то страшные прогнозы, все хоронят доллар, а он живее у всех живых, как Ленин. Это как в басне, ахмуско знать, она сильно расслает на слона. Надо понимать простую вещь, что практически вся мировая финансовая система держится более-менее на рынке РИПО американского. Кредитование. Да, если вы начинаете отказываться, то есть объявляете практически дефолты по американским ценным бумагам, хотя бы по части, этот рынок исчезает, как это было в 2008 году. И что мы получаем? Мы получаем, что доллар растет в космос, потому что у всех проблемы с долгами долларовыми. А все остальные валюты, все остальные рынки просто быстро обесценятся. Американцам этого просто не нужно. На данный момент нет. У них не закрыт энергетический баланс. Как только энергетический баланс будет закрыт, судя по всему, это у них займет, может быть, 2-3 года. Думаешь, так быстро? У них еще импорт гигантский. То, как они наращивают добычу нефти, газа, как они наращивают производство солнечной и ветровой энергии, они очень... Я имею в виду энергетический баланс Канада-Америка-США, зона Амера, так называемая. Ну что же, звоночек еще возьмем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, будьте любезны, подскажите, пожалуйста, по нефти 42 еще по бренду будем тестировать и пробивать вниз, и, соответственно, куда вверх тогда пойдет. И по золоту тоже. Какие низы, Степан скажет. И каково движение? Ну, по золоту сейчас ситуация непонятная, скажем так, куда мы пойдем среднесрочно вверх, хорошо вверх, это именно на 1400, как минимум. Или немножко вниз, все-таки зайдем в диапазон 1050-1070, там первая цель 1065, дальше 963. Вот сейчас лично для меня это не всем понятно, поэтому по золоту ничего сказать не смогу. По нефти создается впечатление, что мы должны еще по нефти сходить чуть-чуть вверх по лайту, да, и потом по лайту должны пойти где-то на 32,5-33, только после этого, возможно, будет существенная коррекция, ну как существенная коррекция, скажем, долларов до 60, это рост в два раза практически. По времени, наверное, мы увидим где-то лайт вот на уровне 32,5-33 в ноябре-декабре этого года. А что будет с рублем? Помню последний наш эфир, когда-то приходил сюда, говорил о целях в районе 70, они, в принципе, достигнуты, да? Ну, сделали, да, сделали. А теперь дальше у нас идет какая-то коррекция сложная. Ну, коррекция идет, да, весь вопрос в том, завершена она или нет. И судя по тому, как ведет себя нефть, наверное, коррекция по рублю очень не завершена, и вполне возможно, что мы, может быть, сходим на 62, с полной 63. Потом пойдем выбивать. Это вот к вопросу о том, стоит ли сейчас покупать доллар, все равно стоит, потому что до конца мы не знаем, как быстро это будет, да, это может быть там долго, может быстро. А если не пойдем, а если не пойдем, бежать покупать по 100, ну, мы знаем, чем все это заканчивается. Паника. Всегда варианты. Есть разные, просто с разной вероятностью, но она разово может сработать. Просто, понимаете, жадность, она ведет к нищете, и не надо жадничать, особенно, когда у вас валюта такая, скажем так, не очень хорошая перспектива. А веришь ли ты в то, что рублем манипулируют? Кто? Ну, международные банки, а об этом сейчас расследование ведется. Нет, смотрите, вполне возможно, поскольку рынок не особо ликвидный, капитала у них много, поиграть можно. Манипулируют любыми рынками, а почему не расследуют манипуляции золотом, например? Ну, ладно, мы продолжим после перерыва на новости. Напомню, что наш госинец Степан Димур в Лимфе через камену. РБК представляет. Новый сезон кулинарного шоу с Атаром Кушанашвили и шеф-поваром Кнор Константином Аганезовым. Звезды шоу-бизнеса, кино, телевидение и их семьи расскажут о том, как жить со вкусом. Что сегодня на ужин? Каждую субботу в 13.05 на телеканале РБК. Редактор субботу в 13.05 на телеканале РБК. В принципе, действительно, каждому рынку можно манипулировать. Каким-то сложнее, каким-то проще. Жавистот, а легко ли манипулировать рублем? Ну, смотрите, например, возьмем наш ЦБ. Это сейчас мега-регулятор и вообще организация, которая никому не подотчетна, она сама себя инспектирует. Если раньше был коридор и были прописаны действия на границе коридора, то теперь этих действий нет, поэтому ЦБ может делать интервенции в любой момент. Но они же потом отчитываются об этом задействовании. Ну, это же вы понимаете, ведь вы же знаете, что будут делать интервенции, что там стоит поднять телефонную трубку и позвонить знакомым брокерам или дилерам, правильно? И вместе распилить бабло. И это практически невозможно проверить и установить. Поэтому, наверное, манипуляции, если искать, то как раз на другом конце спектра. Потому что манипуляции надо всегда искать там, где невозможно что-то проверить. В Штатах ведется расследование под манипуляцией, и там, собственно, под прицелом регулирующих органов комиссии CFTC проводят все американские организации, европейские организации, Deutsche Bank там, наши, наверное, тоже сюда попадут. Ну, там как был-то? Есть группа банков, которые уже засветились. Просто одни решили настучать на других, заключили сделку со следствием. Ну, все равно же надо отчитаться. А потом вместе все играют в гуль. Да, там стандартная же практика, скажем, сколько раз было, там, тот же Ситибанк или Goldman Sachs или JP Morgan обвиняются в wrongdoing, то есть в каких-то манипуляциях или махинациях, которые потенциально могли принести, скажем, 100 миллиардов дохода, профита. На них накладывается штраф, 10 или 20 миллиардов. А что, нормально? Взял 100, заплатил 10. Ну, прям как Васильеву. Ну, нормально, да. Это как, собственно... Это бизнес? Да. Это бизнес. Давай еще письмо зачитаем, а то действительно, что мы тут говорим, говорим, а телезрители интересуются. Здравствуйте, Даниил. Степан сегодня прочитал статью советника Путина Глазьева на вашем сайте. Вот одно из его предложений. Советник президента предлагает ввести временный налог, резервирование средств, на конвертационные операции и трансграничные платежи. Скажите, пожалуйста, чем это может грозить валютным счетам и вкладам физических лиц? Вадим. Город Нерингри, Якутия. Ну, понимаете, в принципе, то, что у вас счета находятся под юрисдикцией Российской Федерации, это уже, на самом деле, большая угроза. Валютные счета, потому что я просто повторюсь, то, что говорил уже несколько лет, что в России нет валюты. Это все. А рано или поздно придется конфисковывать. Поэтому по одним рискам больше или, скажем, одними словами больше, другими меньше. Ну, понимаете, каждый день просыпаешься и думаешь, ну, чем они еще могут удивить. Уже вроде это было, и то было, и это предложение, и то предложение. Было даже немного интересных, было даже предложение петербургских депутатов вести уголовное наказание за тунеядство. А так ведут еще. Вот это уже было. Батька с этим боролся, Андропов с этим боролся. Я помню, как меня с отцом из бани вытаскивали из Сандунов в свое время. Для этого нужно обеспечить полную занятость в стране. Яблоки Андроповка, да, вяжут не только язык, но и руки. Была она, конечно, в свое время. На самом деле, все это глупость несусветная, потому что все такие меры, как, во-первых, как показывает практика, и, во-вторых, как показывает здравый смысл, они только усугубляют ситуацию. Понимаете, ну, оптимальным, скажем, было бы назначить Глазио премьер-министром. Тогда бы весь этот цирк бы закончился. Он же теоретик. У нас уже есть, был теоретик, который ДКП руководил. Нет, ну, я говорю, что тогда весь этот цирк закончится за 6 месяцев. Может быть, и к лучшему. Да, это к лучшему. Да, но кому-то не повезет. Вы знаете, лес рубит, щепки ли. Ой, не говори. Ну ладно, телефонный звонок у нас на очереди. Здравствуйте, спасибо за ожидание, мы вас слушаем. Добрый день. Да, да, здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Александр, Москва, очень рад вас видеть в телевизоре. Вот, наверное, в развитии тезиса Степана про такой некий глобальный, в кавычках, экономический рынок и всеобщую, как бы, общемировую экономику, хотел, наверное, вот такой вопрос задать. Вот, в принципе, сейчас у нас, наверное, ну, за много лет, может быть, последних там лет 20 или 30, люди, там, сотни миллионов людей сидят с планшетами, с телефонами, все смотрят на котировки, все смотрят, какая нефть там, какой доллар, какая там иена, какой фунт, какой евро и прочее. То есть все готовы, там, ну, при случае, что-то куда-то двинулось, нажать на кнопку, что-то купить или продать. Вообще, может вообще идти речь о том, что сейчас есть какой-то некий трендовый рынок или прочее, или это какое-то стадное чувство, то есть мы все считаем одни новости, все смотрим одни новости, все смотрим там, друг на друга ссылаемся, что-то там перепостим и прочее. То есть вот, кто просто, грубо говоря, раньше нажал, тот заработал больше, чем тот, кто нажал там, ну, на секунду позже, да, когда вот там начинаются торги, все ждут, что там что-то куда-то развернется. Или это просто вот инсайдер на инсайдере сидит, как говорится, инсайдером погоняет, то есть вот они зарабатывают, а все остальные просто им дают как бы заработать. Вообще, можно ли идти вот о каком-то неком глобальном рынке или все, ну, все, просто вот, ну, как стадо бежим друг за другом, и кто-то успевает, а кто-то тупо не успевает. Спасибо. Ну, смотрите, вы находитесь под впечатлением, я так чувствую, сказок о злом кукле, да, такое изобретение в околорыночной среде, многие на него подписаны, что кукол, он всех разводит, у всех отбирает деньги. Правда, никто не знает, никогда куклы не видел, и, как показывает практика, этот злой кукол периодически вынужден изымать отчетность за месяц, за два, скажем, из своего бухучета, как, скажем, Голмасад, да, в декабре 2008 года. Злой кукол, ну, он должен был деньги заработать, а он, по-моему, просрал. А банкомат так и не поставили на Манхэттене, как обещали, кстати. И столбы убрали. На острый. На самом деле, все значительно проще и грустнее, скажем так. Вот, позвольте мне начать немножко издалека, минут пять ваше время взайму. Вот, интересно, было длительно сделано исследование в течение длительного времени. Психиатры и психологи занимались вопросами, скажем так, умственной полноценности людей. Они пришли к такому, в общем-то, вполне ожидаемому выводу, что более 80% населения планеты, они умственно не полноценны. В том смысле, что они не обладают понятийным мышлением. То есть, они не способны выявлять главное в событии, либо явлении, не способны предсказывать, анализировать это явление и не способны составить всеобщую картину. В чем причина? Здесь Евгеника? Нет, нет, это так рождаемся, да. Но это нормально, что? Нормально. Но если 80% значит, может быть, это норма, а 20% не норма. Сравните с другой статистикой, что в зависимости от рынков, где-то больше 90% трейдеров, в том числе управляющих участников рынка, грубо говоря, теряют деньги. И потом мы приходим как раз к поведению толпы, к социодинамике, к логистической кривой. О чем это говорит о том, что когда нужно играть с толпой, а когда нужно играть против толпы. Очень просто, если вы возьмете, скажем, распределение быков и медведей, ну, на том же рынке нефти. Что мы наблюдали, что бы наблюдали, когда нефть была 100? Ну, там было за 90% быков по нефти. И были сотни рассказов, сказочек везде, и в газетах, и по телевизору, что нефти дальше будет оставаться по 100 и будет стоить 120. Но потом она же диапазон не была. Правильно. В этот момент, даже если вы ничего не понимаете в нефти, не знаете или вот, а просто смотрите на процент быков и медведей, вы бы пришли к выводу, что скоро рынок обвалится. Он таки обвалился. Что мы наблюдали совсем недавно? Мы наблюдали всего лишь 3% быков по нефти. То есть сантимент или настроение инвесторов толпы от одного экстрема пришло к другому. Снова, есть ли какие-то положительные, скажем так, новости для нефти? Да нет. Второй вопрос. А что-то за год изменилось на рынке нефти? Да тоже не изменилось. Как было 2 миллиона на веса, условно так и осталось. Но почему-то нефть выросла там на сколько? Почти на 20 или 30%. И ответ на наш вопрос очень простой. Вот там наверху нужно было нефть шортить. Когда сантимент находится в нейтральном диапазоне, скажем, от 80 до 20, играть с толпой, то есть в сторону предыдущего тренда. Когда сантимент уходит за, скажем, 20%, закрывать предыдущую позицию и играть уже против толпы. Поэтому никакого кукла нет. Есть просто банальная социодинамика поведения толпы. И это поведение повторяется из тысячелетия в тысячелетие. Так устроен мир. Хорошо, спасибо за обстоятельные объяснения. А теперь стихи. Даже я бы сказал не стихи, а рэпчик, который присланом Александр Викторович из Междуреченска. А читать не буду, потому что не силен в этом деле, но зачитаю без выражения. Программа РБК совсем не дура. В ней часто выступает Степан Геннадьевич Димура. Он неплохой финансовый эксперт. Логичнее сказать, теханализа апологет. Легко отделяет мух от котлет. И теневых воротил вводит на свет. Ну, а теперь вопрос уже от другого телезрителя. Сергей Дмитрий пишет нам. Здравствуйте. Вопрос Степану. Многие разоряются. Брокеры, но не бафят. Ну, что, здесь брокеры, ну ладно. Многие разоряются, но не бафят. Почему он ни на какие волны не смотрит? Ну, ему не нужно смотреть на волны. Потому что, во-первых, он инвестирует в реальный сектор, да. И когда вы инвестируете в реальный сектор, причем так, серьезно, то у вас автоматически нет стоп-лосса. Да, потому что либо компания растет, либо вы не можете там выйти с потери 20%. Вы потеряете практически все. Второе, если вы заметите, то Баффет все свое состояние сделал где-то до 2000 года в основном. Это была, скажем так, пятая волна суперцикла. Мощнейшая там третья была, потом пятая. То есть, грубо говоря, это была ситуация, когда можно было, скажем, такая ситуация была вот с начала 2000-х годов и, скажем, по 2007-2008 год в России или даже раньше. Можно покупать все, оно все равно по определению вырастет. Поэтому многим как раз деньги жгли карман и на самом пике покупали, потому что верили в продолжение тренда. Далее, как только началась волатильность на рынках и Баффет начал влезать в вещи, в которых он ничего не понимает, будь то иностранные валюты, будь то серебро, он нес значительные потери. Более того, в определенный момент индекс S&P стал переигрывать Баффета. Поэтому для меня, скорее, Баффет это человек, который оказался в правильном месте в правильное время, не более чем. Но он достиг с точки зрения абсолютной величины в деньгах? Абсолютно. Дисциплина. Дисциплина. Анализ при выборе активов, которые нужно инвестировать. Ну, и со временем... Здравосмысл, наверное, да? Со временем, да, здравосмысл, со временем он накопил вес и связи. И, скажем, вот конкретный пример с Обамой, да, и с Кейстом, Экс, Эксел, по-моему, которые не могли почему-то Обаму не сдавал разрешение долго строить трубопровод. Что сделал Баффет? Он поддержал популистскую тенденцию Обамы, популистские крики, что богатые должны платить больше. Но перед этим он купил... Да, что-то ссылаясь на свою секретаршу, что секретаршу... Он купил железнодорожную компанию, понимая, что будет пик, что будет бум добычи сланцевой нефти, которую у нас все отрицали. В результате этот трубопровод только-только начинает строить несколько лет, его отказывались строить. В результате Баффет со своей железнодорожной компанией сделал очень много денег. Это одна деталька, да. Это, понимаете, когда вы достигаете определенного веса и обрастаете определенными связями, знаете, таковическое выражение, что богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. Можно сказать, что он еще даже не как в 20 веке ведет бизнес, а еще даже как в 19 веке? Он ведет бизнес, основываясь на здравом смысле. Совершенно правильно он называет все эти графики. Я не помню, как он называет финансовую ерунду или очень непонятную ерунду. А ему нет смысла на графики смотреть, потому что он на любую биржу может... Есть смысл, как оказывается. Потому что еще раз, когда он не смотрит на графики, грубо говоря, вот есть тренд на рынке, он в него попал. Тренд закончился, начались проблемы. Возьмем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слышим. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, Степан Геннадьевич. Извините, можно у меня такой вопрос из двух частей состоит. Подскажите, пожалуйста, вот если находясь в долларе, кроме вкладов обычных депозитных, в какие еще инструменты, как говорится, ну если не инвестор, а просто обычный вкладчик, так сказать, какие инструменты, так сказать, можно? Это первое. Ну и, соответственно, сколько долго, скажем так, можно находиться вообще в долларе? Это первая часть вопроса. А второе, если вот Степан Геннадьевич только что сказал, что, в общем-то, даже и государственным российским банкам доверять достаточно опасно, да, то, как бы, ну, в каких еще, скажем так, организациях, структурах можно хранить деньги? Спасибо большое. Ну, с инструментами, наверное, я вам не помогу, поскольку я абсолютно не в курсе, какие инструменты доступны простым российским людям, скажем так, кроме вкладов в доллар. Рокерри предлагает долларовые облигации российских имитентов. А, ну, ну. Там можно получить большую доходность, чем на депозитах. Да, можно, можно все потерять. Поэтому, если человек пошел в доллар, то, наверное, кроме доллара ничего не писает. Держать в банке, либо не держать в банке, ну, это зависит от многих причин. Зависит от банка, от его надежности, зависит от, скажем так, настроения наших законодателей. Сегодня у них одно настроение, завтра там еще что-то, что-нибудь опять придумают. Слишком много, скажем так, переменных. А как долго держать доллар? Ну, я думаю, что год его можно еще держать спокойно. Вообще ничего не знаю. Грубо говоря, вот как он дойдет, да, в диапазон придет 0,82, вот так 0,87 по отношению к евро. Ну, там нужно будет посмотреть, оглядеться. Либо там будем разворачиваться, либо пойдем на 0,63. То есть где прошлые были низы евро, да? Он начинал там, он 0,87 начинал торговаться, он их перебьет. Нет, он начинал 1,19, когда евро ввели. Он опускался. Но сразу, евро сразу стало падать, и вот там уже стали спасать евро. Мы пройдем мимо 0,87. Как по-вашему, S&P 500 сейчас в медвежьей фазе или еще будет вынос верхов, спрашивает Андрей? Затрудняюсь сказать, потому что, скажем так, значительная часть индикаторов и сопутствующих, скажем так, наблюдений указывает на то, что верхи показаны. Но ничто, скажем так, не мешает рынку показать низы в ноябре-декабре этого года и потом установить новый верх последний в течение 6 месяцев. Не более чем. Ну, что-то как-то я в этом сильно сомневаюсь, поскольку все очень похоже на начало падения в 2007 году, когда тоже тогда, по-моему, в октябре, а сейчас в августе теория Дау выдала сигнал медвежьего рынка. Рынок упал, потом было где-то 4-5 месяцев, по-моему, такое коррекционного движения, небольшой рост, ну и потом в 2008 году. Стуре повторяется. Я думаю, да. Сложно сказать, на чем в этот раз. Грубо говоря, вот смотрите, то, что произойдет, оно известно. Да, вопросов здесь не возникает. Вопрос в том, когда это произойдет. Плюс-минус квартал. Ну, в общем-то... Что будет поводом, сказать вообще сложно. А потом что-нибудь придумают, назовут, может быть, там ФРС с дуру ставку поднимет. Я не знаю. Понятно. Телефонный звонок у нас на очереди. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем, вы в эфире. Вопрос к Степану Димура. Вот скажите, пожалуйста, деньги в рублях находятся на покупку недвижимости в Москве. Имеет смысл покупать сейчас или перевести в доллары и ждать следующего года? Спасибо. В доллары и ждать следующего года. Тут, помню, без вопросов. Посмотрите на динамику цен на недвижимость и на динамику курса рубля к доллару. Доллар растет значительно быстрее, чем цен на недвижимость в рублях. Как можно посчитать рост цен на недвижимость в рублях? Они падают. Когда нет рынка, тяжело. Оценочно. Да, потому что рынок мало ликвидит. Ну, скажем так, то, что есть, вот насколько я... В штатах-то еле-еле нашли способ, как посчитать, да? Ну, то, что у нас есть, например, индекс АРН, да, то риэлторы, которые работают на земле, они пишут аналитические статьи, они говорят, что в данный момент, в данной ситуации, принимая внимание, баланс спроса и предложения, от цены этого индекса можно спокойно вычитать 15-20%. То есть то, что там рисуется... Хорошо, если 15-25, если они правы, да? Ну, ты же опять оценочный. Оценочный. Собственно, если сталкиваешься с реальной ситуацией, что нужно квартиру продать, даже на росте, понимаешь, как это сложно? Да. А, и даже если нужно купить, даже если на падении цены, на рынке покупать, тоже, знаешь, что все непросто. Снова вернусь в те времена, когда, скажем так, чемодан с налом играет решающую роль любых переговоров. Ну, если квартира нужна, собственно, для того, чтобы улучшить жилищные условия, то покупать нужно. И не ждать, как говорится, не откладывайте секс на старость, правильно? Да. Компортиру нужно покупать, деньги есть, покупай, да. Сколько можно ждать лучшего момента? Уважаемый Степан, скажите, пожалуйста, когда будет ли снижение цен на недвижимость в Москве? А что, ну... А нет, пик снижения, пик снижения. А, не скоро. На Путину смотрите. Не скоро. Мы же не Путин. Да, собственно, чтобы спрашивать у нас. Не скоро будет. Какие вопросы задавать? А у нас еще есть телефонный звонок, может быть, успеем взять. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, добрый день. Да, да, задавайте свой вопрос. Добрый день, меня зовут Валентина Ивановна, Москва. Акция Сбербанка. Акция Сбербанка. Держать, покупать, продавать. Вопрос понятен, что по акциям Сбербанка думаешь? Ничего не думаю. Я думаю, что индекс РТС еще не отпадал. И еще раз, какие-либо акции, краткосрочные, думаю, следует... Не важно, Сбербанк не Сбербанк. Смотреть не раньше ноября месяца этого года. Понятно. Что, Степан Геннадьевич, спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Степан Димура был сегодня у нас в гостях. Отвечал на ваши вопросы. Звонки программы был Даниил Бабич. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!